В эфире передача стадиона о спорте в нашем регионе. С вами Татьяна Свинаренко. Здравствуйте. Велоспорт и фигурное катание, айкидо и лёгкоатлетика, шахматы и теннис. Ярмарка спорта состоялась в областном центре. Лепчанам презентовали самые разнообразные спортивные направления. Больше 20 видов. На ярмарке юные лепчане могли сразу же записаться в ту или иную секцию. Двойной аксель фигуристы оттачивают прямо в парке. Ещё демонстрируют горожанам тулуп, флип и ласточку. Это стандартная тренировка. Те же упражнения фигуристы будут повторять на льду. А эти юные лепчане зимой катаются на лыжах, летом переобуваются в ролике. Сегодня мы показываем разные трюки. Вокруг, перевороты, катание быстрее и разные трюки. Мы сейчас катаемся на роликах, потом уже лыжи-роллеры у нас пойдут. На сухом льду с хоккейными клюшками, но с теннисным мячом для безопасности окружающих. Лидеры команды по хоккею отрабатывают и показывают свои навыки. Поработать с клюшкой предлагают всем заинтересованным мальчишкам. Это замечательное мероприятие, чтобы познакомить наших жителей с теми видами спорта, которые у нас культивируются на территории Липецка. И действительно люди приходят, люди спрашивают, люди интересуются. Конечно, родители для своих детей хотят выбрать какой-то вид спорта. Разбег на ярмарке широкий. От баскетбола до шахмат спортсмены устраивают показательные выступления. Они ознакомят горожан со спортивным инвентарем. Например, здесь в действии специальный велостанок. Большой километраж на нем спортсмены накручивают, не двигаясь с места. Например, зимой мы не можем кататься, поэтому мы крутим на станках. И к соревнованиям, например, готовимся, устараться, там стоим и разминаемся на станках. Максимально я так проезжала часа три без остановок. Ярмарку спорта в Липецке проводят ежегодно, и многие именно здесь делают выбор, в какую секцию отдать заниматься ребенка. В этот раз в спортшколу города записались около трехсот детей и подростков. Мы показали там пару приемов ребятам, которые мим проходили, чтобы они заходили в нашу школу Айкидо и в другие школы Айкидо. Очень приятно видеть много маленьких молодых людей, которые спортом занимаются. Замечательно, хорошо. Сегодня в Липецке работают 13 спортивных школ. В них действует больше двух десятков направлений. В прошлом году в учреждениях дополнительного образования спортивного профиля занимались свыше 10 тысяч детей. Набор учебной группы в этом году будет идти до конца сентября. Около сотни грибцов приняли участие в чемпионате первенстве Липецкой области по гребле на Байдарках. Соревнования проходили на грибном канале Реки Воронеж. Основная задача старта – проверка резерва в юниорской подгруппе. Лучшие в этой возрастной категории представят наш регион на предстоящем первенстве России в Краснодаре, где будут отбирать кандидатов в национальную юниорскую сборную по гребле на Байдарках и Каное. У липчан есть все основания на успех. Высокий уровень мастерства Липецкой школы гребли подтверждает целая россыпь наград этого года. Среди них пять медалей с чемпионатами первенства страны. Внушительный улов и заряд хорошего настроения. В Елецком районе соревнования по рыбной ловле объединили работников Липецкого облпотребсоюза. Год от года количество участников растет, повышается их спортивное мастерство. Соревнования по рыбной ловле среди работников организации системы Липецкого облпотребсоюза провели на пруду в селе Казаки Елецкого района. Удочки в руки взяли заядлые рыбаки, причем не только мужчины, но и женщины и дети. Руководитель облпотребсоюза уверен, такой активный отдых на природе помогает сплотить коллектив. Мы проводим не только спортивные мероприятия по рыбалке, мы проводим спортивные и здоровительные мероприятия по детским играм. Люди едут с большим удовольствием. И наша задача вот такой отдых, коль людям нравится, коль нравится определенным коллективам, конечно, создавать. И оказываем этот вопрос и помощь. Участники соревнований 16 команд, по два человека от организации. Условия ловить только на две удочки одновременно. За спортсменов болели их коллеги и семьи. Соревнования по рыбной ловле в облпотребсоюзе проводят уже третий год подряд. Растет и количество участников, и их мастерство. За четыре часа поймано 36 килограммов рыбы. Отличная сегодня рыбалка. Ловил скорпятки, ловились караси. Так что все прекрасно. Первое место по итогам соревнований у команды Елецкого райпо. Их улов более семи килограммов. У них же и самая большая рыба полуторакилограммовый карп. Второе место у команды Универсал кооп. Третье заняла команда Елецкого оптово-торгового предприятия. Отдельные призы предусмотрели для женской команды и детей. И даже для команды в улове которой оказалась самая маленькая рыбка. Лепчанка Ирина Измалкова завоевала бронзу на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Южной Корее. Ирина Измалкова выступила в упражнении с пневматической винтовкой. И вместе с еще двумя спортсменками в составе сборной команды России заняла почетное третье место. Отмечу, что это уже вторая бронзовая медаль Ирины на этом чемпионате мира. На этом все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До встречи.